Нет, мы готовы завтра у кого спрашивать, если, куда их завтра, дети туда пойдут заболевать, лекарств не будет, мамы будут сами ходить таскать своих матерей, тогда я могу поднять их ответ и сказать, почему матери тянут, таскают сюда лекарства, правильно? А если нету конкретизации, я у них требовать не могу, просто слово, что они готовы, меня не устраивает. Я первый вопрос подняла, подождите, подняла вопрос в соцсетях, потом я подняла этот вопрос в общественном контроле, вы прекрасно знаете, почему-то они пришли, увидели, победили, все полномочия дали, даже во время пандемии они заходили в реанимацию. Хорошо, я согласна, большое им спасибо. Я среди них поднимала этот вопрос, давайте, чтобы нам дали конкретные ответы, чтобы мы могли пойти и сами промониторить вот эти аптеки. Они мне сказали, что они некомпетентные, они здесь не могут это проверять. Хорошо, после этого я пошла в понедельник начальнику внутренней политики, опять этот вопрос подняла. Скажите, сколько мне ходить, сидеть и ждать, когда начнут умирать? Я спрашивала, до этого я задавала вопрос именно по ИВЛ. Все сказали, что готовы, а в конце концов осталось не готовы. Мне слова не нужны. Я хочу, чтобы составили комиссию компетентных лиц и в составе активных людей, граждан, ходили и смотрели. Действительно, вот тебе 10 коробок, десоли, вот тебе 20 коробок, 3 соли, чтобы это было видно. А то, что они будут готовить конференцию, дебаты, это мне абсолютно не интересует. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы живем в одной стране, но почему-то в каждом регионе отношение к своему населению отдельно. Ко мне приходит такая мысль. Астанинские матери больше всех выходят, больше всех требуют. И им с прошлого года идет привилегия. Стоматология, протезирование матерей бесплатно. Проезд бесплатно. Теперь по программе всеобучия на каждого обучающего ребенка по 40 тысяч. Я понимаю, вы сейчас скажете, что это бюджет столицы, что это миллионный город. Я понимаю, но закон для всех один. Один, да, в едином государстве. Почему я это поднимаю, этот вопрос? Потому что, когда все получатели АСП берут справки с отдела занятости, с ЦОНа, у них идет по графам поделено. Дорога бесплатно. Проезд бесплатный, да? Там указывается, вот это все указывается, да. Значит, от государства выделяется день. Хорошо, вы сейчас вот эти карты сделали, но эти карты мы должны покупать. Теперь медицинская страховка. Она начиналась, всем доводилась с 1 января 2020 года. Но в связи с пандемией ее отодвинули на 1.